Всем привет! С вами Денис Ачимирана. И сегодня мы поговорим на такую распространенную тему, как вообще стоит ли гулять с собакой. Я думаю, вы задавались этим вопросом, когда надо гулять, сколько времени нужно гулять с собакой. На эти часто задаваемые вопросы я сегодня постараюсь ответить. Я думаю, будет видео для вас очень полезное, так что обязательно смотрим видео до конца и также подписываемся на канал. Погнали! И с чего бы я хотел бы начать? С собакой, конечно же, нужно гулять. Гулять по мере того, насколько вы заняты. Естественно, если у вас собака живет в квартире, то собакой нужно гулять как можно чаще. Но рекомендую на счет три раза в день. Это когда собака уже взрослая, естественно. То есть вы утром встаете перед едой, гуляете с ней. Потом где-нибудь в середине дня, где-нибудь в обед, минут 10, чтобы собака сходила в туалет и справила свои естественные нужды. И третий раз – это вечером. Вы приходите с работы, кормите собаку, ждете примерно полтора часа, чтобы пища вся усвоилась, и идете гуляете как можно дольше. То есть часа, час, полтора, можно 30 минут. Естественно, каждый день не будет получаться, то, что вы гуляете ровно по полтора часа, три раза в день. Нет. Понятно, что есть у каждого свои дела. И надо понимать, что собаке нужно социализироваться, нужно запахи понюхать новые, пообщаться с собаками, а также пообщаться с окружающим миром, то есть с машинами, с людьми, с троллейбусами всякими разными. Ну и, как сказал, надо запахи ими обязательно. Основное их вот это вот обаяние, то есть чуйка, они должны постоянно что-то нюхать. Для них это как для нас глаза, то есть они все изучают. Опять же, если вы живете в час, в доме у вас есть там огород, своя территория, то вы можете, в принципе, вот эту вторую прогулку просто выпустить собаку на территорию, либо она все время у вас бегает на территории, и вы, в принципе, можете гулять всего лишь два раза, то есть утром и вечером. Тоже по возможности, можно 30 минут, можно час, можно полтора. Ну, чем больше, опять же, тем лучше. Конечно же, частный дом, если вы живете в частном доме, удобнее иметь собаку, особенно такую крупную, как Ротвеллер. В квартире, конечно же, будет посложнее, в плане того, что нужно будет постоянно выгуливать собаку, чтобы она сходила в туалет. Редактор субтитров А.Семкин Кот. Кот. Молодец. Иди гуляй. Чаще всего люди спрашивают, вот у меня щенок, и когда вообще начинать с ним гулять? Отвечен вопрос. Смотрите, получается, когда вы поставите все прививки, то есть первую, первичную, вторичную, и пройдет две недели после этого, я думаю, у ветврача вы все спросите, он все обязательно вам расскажет, когда можно гулять, когда нужно ставить. И вы все время, пока ждете, когда прививка подействует, вы сидите дома. После этого вы сразу же идете на улицу, после прививок. почему надо обязательно идти на улицу по той причине, что щеноку надо все изучить. И чем раньше вы будете гулять со своим щенком, тем ему будет проще потом общаться с природой, с людьми. Он будет более социализированный. Вот Мирану, я думаю, вы, если кто давно смотрит наши видеоролики, вы можете перейти на канал, посмотреть. Я сразу же, вот, я ей все прививки проставил, сразу же с ней гулял. Сразу же наделай поводок, приучал к поводку, естественно, и приучал ее к окружающему миру. Но вы должны понимать то, что вы сначала должны гулять в вот таких вот тихих местах, где меньше всего раздражителей. Если вы сразу же выйдете на оживленную улицу, то щенок растеряется, и наоборот у него зафиксируется страх, он будет бояться выходить на улицу в следующий раз. Поэтому сначала вы вот такую едете, вот такую вот спокойную обстановочку, какой-нибудь лес, там, не знаю, парк у вас, возможно, какой-то. И в парке гуляете. Гуляете. Сначала даете спокойно погулять с щенку, потом, может, даже постепенно даете какие-то команды, изучаете. Все это, в принципе, есть у меня на канале. Я уже об этом рассказывал, но люди постоянно спрашивают, и видео далеко улетают, и они не могут их найти. Вот, поэтому я снимаю, хочу вот так вот обширно задеть эту тему, то есть именно прогулки. Щенком обязательно надо гулять, вот. Гуляйте, 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 и он будет более социализированный. Просите людей, чтобы они гладили вашего щенка. Ну, изначально, когда он еще маленький, чтобы он привык к ним сначала. А потом уже, если вы хотите на какую-то агрессию, там, на защиту, то потом уже будете его приучать к этому. Но сначала надо дать понять щенку, что все хорошие, все добрые, и ничего не надо бояться. Тогда ваш щенок, ваша собака, потом в будущем вы увидите то, что она ничего не боится, вы спокойно гуляете, и она спокойно изучает любые команды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok обходить данную проблему стороной. Нужно как можно больше сталкиваться с этой проблемой, постепенно, естественно, давая собаке понять, что в этом ничего страшного нет. Если там собака испугалась машину, то нужно как можно больше ходить, где есть машины. Но, как я уже и сказал, главное делать это постепенно. если вы резко подойдете к какой-нибудь гудящему камазу, то, естественно, вы только сделаете хуже. Поэтому плавненько, плавненько, постепенно подходите к камазу, давайте собаке корма. Но, если собака трусит, это уже отдельная история, то не нужно это поощрять. нужно поощрять только то поведение, которое вам нравится, которое вам охота, чтобы собака так себя вела, чтобы она там не боялась ничего. Если она не боится, вы ей даете корм. То есть, ее вознаграждаете. Это поощрение. Даже погладить собаку, это для нее тоже определенное поощрение. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пишите еще в комментариях. Я буду стараться на них отвечать. Возможно, еще такое видео сделаю, где отвечаю на дополнительные какие-то комментарии, вопросы. Поэтому не стесняемся, пишем в комментариях. Обязательно подписываемся на канал Денисыч. Здесь будет еще много интересных видео про дрессировку и воспитание собак. Не только ротвейлеров, но и других пород. Также снимаем про кошек. Также хочу вас позвать на мой второй канал. Там я снимаю влоги. влоги-блоги на вот такую камеру GoPro. Обязательно переходите. Канал называется LeveLife, жизнь Тари. Ссылочка будет в описании. Для меня будет очень это приятно и важно для меня это. Переходите, подписывайтесь и смотрите наши видеоролики. Ладно, с вами были Денисыч и Мирана. Миран, иди сюда. Миран, ада попрощаемся. Ада сюда. Идет, бежит собака. Ленивая стала. Да? Ада сюда. Садись. 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 Все. Давайте. Всем пока. Всем удачи. Развивайтесь. Тренируйтесь. Дрессируйтесь. Давайте. Всем пока. С вами был Денисыч Мирана. Подпишитесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok